На мероприятии присутствовали учащиеся промышленно-гуманитарного техникума, филиалы Южно-Уральского технического колледжа, участники православной молодежной организации «Ковчег», преподаватели учебных заведений и представители объединений, а также председатель территориальной избирательной комиссии Александр Глухов, начальник отдела по делам детей и молодежи Татьяна Голунова. Учащимся задавались вопросы по тематике выборов. На них молодые избиратели ответили очень полно и развернуто. С какого возраста имеет человек право избирать? С 18 лет, совершенно верно. А с какого возраста он имеет право выдвинуть свою кандидатуру в президенты? 35. Одно условие необходимо обязательно 35 лет, не младше 35 лет, и 10 лет, чтобы он проживал на территории России. Александр Глухов рассказал присутствующим о порядке проведения выборов, нововведениях, вступивших в силу с этого года, и том, что происходит с бюллетенями по окончании избирательного дня. После того, как будут подведены итоги, заполняется итоговый протокол. Комиссия у нас, орган коллегиальный, они все смотрят. В комиссии представлены, кстати, представители различных политических движений партии, от различных кандидатов представлены люди, а не то, что там, допустим, от одного. Они и каждый тоже следят за тем, чтобы их права, их кандидаты или права их партии не нарушались в этом плане. После того, как составлен итоговый протокол, все члены комиссии этот итоговый протокол подписывают. Цифры данного итогового протокола выносятся на большую, увеличенную форму протокола, для того, чтобы люди могли, каждый желающий, прийти и посмотреть. Вот переносятся туда цифры эти, ну, естественно, то же самое, копируется этот протокол. По истечении года по акту данные бюллетени можно уничтожить и как бы списать, потому что в течение года могут возникнуть вопросы по любой участковой комиссии. Данные бюллетени поднимаются и уже пересчитываться могут. То есть в течение года обязательно они хранятся. Участники мероприятия узнали много нового и интересного о процессе подготовки к выборам и их организации, а также сумели продемонстрировать и свои знания в области избирательного права. Но вот веры в открытость и честность волеизъявления граждан, а также в прозрачность выборов у молодого поколения, как оказалось, нет.